В ближайшее время ворота для всех россиян, для всех гостей Москвы, для всех гостей выставки откроют очень интересная выставка. Мне кажется, аналогов современной России этой выставки еще никогда не было. Люди, конечно, старшего поколения помнят ВДНХ и, наверное, любят эту территорию, где можно было посмотреть экспозиции республик, погулять у фонтана Дружбы народов. Сейчас создается некий аналог, но понятно, что 89 субъектов Российской Федерации, в отличие от 15 республик, не разместить на этом пространстве. Поэтому было принято решение о том, что мы все разместимся в одном павильоне, в двух больших зонах этого павильона, зона А и зона Б, где будут представлены экспозиции всех, без исключения регионов Российской Федерации. Ну и кроме этого будет такая достаточно большая площадка, которая сценическая площадка, площадка для проведения конгрессных мероприятий. 4 ноября выставка начинает свою работу, символичный день, общенародный праздник, День народного единства, который подчеркивает близость наших субъектов, близость тех народов, которые проживают в этих субъектах. Неудивительно, что был выбран именно этот день. И 4 ноября Вологодская область, так же, как и все остальные регионы, с удовольствием пригласит всех гостей выставки на свой стенд. Мы считаем, что наш стенд очень интересный. Уже было достаточно много информации, публикаций, различных роликов о стендах. Кто это видел, представляет, о чем идет речь. Кто не знает, хочу сказать, что это будет экспозиция в виде терема Деда Мороза, некого аналога Великого Истюгской отчины Деда Мороза, со всеми узорами. Но кроме привычных для нас расписных, я бы так сказал, морозных узоров в отчину Деда Мороза, туда будут вшиты узоры Вологодского кружева, которое символизирует Вологодскую область. Это один из самых узнаваемых брендов Вологодской области, наряду с Дедом Морозом. Поэтому наша выставка будет представлять из себя некую выездную в отчину Деда Мороза, которая в течение этого времени будет функционировать с 4 ноября по 12 апреля в Москве. И это будет выездной резиденцией нашего главного волшебника страны. Ну и, конечно, в день открытия мы предложим гостям интересные мероприятия. Каждый регион постарается чем-то удивить. Мы удивим интерактивными программами в гостях у Деда Мороза. Ну и те, кто с честью пройдет те задания, которые будут представлены Дедом Морозом, конечно, получат приз. Призах мы рассказывать не будем, пускай это будет секретом. Но я уверен, что те, кто примет в этом участие, обязательно насладятся этими призами. Программа выставки, она очень большая. С 4 ноября по 12 апреля очень большой период времени. И она, вот это вот, время этой программы, оно разделяется, я бы так сказал, на две части. Первая часть, это начиная с 4 ноября и до Нового года, регионы будут позиционировать себя. И каждый регион будет иметь возможность представить свой регион. Будет у каждого региона свой день на выставке. Будет такой день у Вологодской области, это 19 декабря. Поэтому приглашаем вас в этот день посетить выставку, потому что там будут представлены особенности Вологодской области. На этот день Вологодская область станет полноправным хозяином выставки. Это и культурная программа, это и гастрофестиваль, где мы сможем угостить посетителей традиционной русской северной кухни, и Вологодской кухней. Очень интересная, на мой взгляд, кухня, потому что мне кажется, что любое путешествие без наслаждения к качественным блюдам не является таким ценным путешествием. Оно запоминается именно тогда, когда человеку есть что вспомнить. А красивая, качественная кухня, это всегда очень доброе воспоминание. Но и нам очень хочется сделать так, чтобы, посетив в день региона выставку, наши гости прониклись любовью к Вологодской области, имели возможность ознакомиться с нашими городами, с нашими туристическими центрами притяжения. Им захотелось не только посетить выставку, но и в действительности приехать на Вологодщину и посмотреть, как здорово развивается Вологодская область, какие прекрасные места здесь есть. Есть еще один очень интересный день, который будет представлен такой активностью всех регионов Российской Федерации. Будет открыта целая аллея елок, и там будут представлены 90 елок, 89 елок. Это елки, которые будут представлять субъекты Российской Федерации, то есть каждый субъект представит свою. Ну и 90 елка, это полноправная елка хозяев, это елка выставки. Ну и, конечно, нужно, чтобы эти елки кто-то зажег. И мы уверены, что это будет наш Великоустевский Дед Мороз, который по праву нашего зимнего волшебника даст начало зимы в России. 1 декабря, начало зимы, и будут зажжены елки не только на выставке, но и во всей Российской Федерации. 4 ноября, день выставки. Приглашаем вас посетить выставку «Россия». Международная выставка. Выставка абсолютно нового формата. Естественно, на этой выставке откроют двери все павильоны. Наш павильон уже полностью готов. Сейчас дошлифовываются самые последние моменты. Это размещение интерактивного оборудования, это прогон видеоконтента. Ну и 4 ноября Вологодский Дед Мороз, Великоустевский Дед Мороз, наш зимний волшебник, станет полноправным хозяином этой выставки и познакомит вас с Вологодской областью. Для этого приготовлены, конечно, интерактивные мероприятия, это различные квесты, возможность заглянуть в каждый уголок Вологодской области, ознакомиться с нашими городами, посмотреть то, как представлен промышленный потенциал Вологодчины, поучаствовать в квестах, получить подарки. Все это будет 4 ноября. 4 ноября у нас еще будет осень, еще не в полную власть вступит зима, поэтому у Деда Мороза будут осенние помощники, это шуршики. А как только наступит зима, на смену шуршикам придут снежки. Поэтому в течение всего этого времени эта активная движуха, она, конечно, в первую очередь направлена на наших молодых посетителей выставки. Очень хотелось, чтобы вот это волшебство Вологодского стенда им запомнилось, и чтобы они хотели посетить настоящую Водчину Деда Мороза в Великом Устюге. Вологодская область – это традиционный, православный, очень традиционно духовный регион. И, конечно, в первую очередь он, мне кажется, запомнится теми особенностями православной культуры, духовной. Не зря нас называют душой русского севера. Все это полноправно будет представлено на выставке. Это возможность ознакомиться с нашими старинными городами, заглянуть в самую душу, в самое сердце этого русского севера. Но это только одна сторона. Конечно, интересно, как сегодня выглядит в Вологодской области. Для этого для детей и для взрослых приготовлен очень интересный интерактив. Вы можете поучаствовать в этом интерактиве и примерить на себя роль сталевара, посмотреть, как работает доменная печь, оказаться в центре одного из самых крупнейших гигантов металлургии Северстали, посмотреть, как производится химическое удобрение, поучаствовать в других мероприятиях наших промышленных центров, посмотреть, как производится современная техника Вологодской области. Естественно, все это разместить на площадке невозможно, поэтому это будут интерактивные мероприятия, это будут различного рода квесты, это будут виртуальные экскурсии, где вы можете оказаться в самом центре событий в Вологодской области, которые происходят. И, естественно, в течение, на протяжении всей выставки, эти экспозиции будут меняться. До Нового года мы будем жить предстоящим Новым годом. После Нового года на смену придут весенние праздники, поэтому сам стенд в Вологодской области, он предусматривает возможность трансформации и изменения. Будут выделены три отдельные зоны. Одна из них будет отдана Деду Морозу, а еще две зоны, они будут отданы под интерактив. Одна зона для интерактива детей. И еще одна зона – это интерактив, который будет рассказывать о современной Вологодщине, чем мы можем гордиться. Мы можем гордиться хорошими дорогами, мы можем гордиться современными предприятиями, мы можем гордиться тем, как быстро развивается комфортная среда, как наши города преображаются. Все это можно будет увидеть на стенде.